Приветствую вас! Мужчина действительно испытывает серьезное эмоциональное перенапряжение, потому что боится, что вот он вернется, например, к вам, да, вернется домой, а, например, вы с ним уже не будете. Или он боится, что вы будете смотреть на него, например, как-то иначе. Или еще какие-то страхи у человека есть. Какие, конечно, можно только гадать, но все это заключается в том, что его это, очевидно, очень сильно волнует. И вам нужно для себя вот это вот очень хорошо понимать, что когда вы вступаете с ним в ссоры, не то, чтобы вы прямо как-то вот, знаете, поступаете неправильно. Нет, я не хочу сказать, что вы поступаете как-то неверно, неправильно и так далее. Я хочу акцентировать ваше внимание на то, что вы находитесь в неравных ситуациях, в неравных положениях. Мужчина изолирован от мира, и мужчина как бы чувствует себя там, где-то далеко, а вы как бы находитесь на свободе по мнению мужчины, и вы можете делать все, что угодно. И он боится, что с каждым днем растет вероятность того, что, например, он может вас потерять. И вот это вот как раз ему не нравится, это как раз то, чего он очень боится, как раз то, чего он опасается очень сильно. И чтобы этого не было, чтобы вот этих моментов не было, вам не нужно вступать с ним в эти ссоры. То есть старайтесь быть более выдержанным, старайтесь просто игнорировать то, что он говорит. Старайтесь просто обращать внимание на то, что он там вас, например, задевает или как-то еще. Потому что в этом нет ничего хорошего, в этом нет ничего позитивного, вы ничего ему не докажете. По крайней мере, по тех пор, пока он будет не с вами, а только лишь лишь еще больше отдалите его от себя. Все ссоры вам нужно стараться нейтрализовывать, все ссоры лучше воспринимать через контекст юмора, через контекст сатиры, через такой вот, знаете, легкий контекст. Потому что, ну, противным случаям, как я уже сказал, настроение, отношения и спорты очень легко. Также, желательно, чтобы вы для себя определили, какие именно моменты, какие именно аспекты влияют на ваши ссоры. Ну, то есть, грубо говоря, из-за чего вы ссоритесь постоянно, какие основные причины. Если причин много, да, то есть каждый раз вы ссоритесь из-за, по сути дела, разных вещей, то тогда можно говорить, в общем-то, о том, что дело здесь не в ссорах. Если же вы ссоритесь из-за чего-то одного, то просто эта тема лучше старайтесь избегать, на нее лучше вообще не говорите, просто, наоборот, игнорируйте ее, переводите на какое-то другое русло, и, собственно, не позволяйте мужчине на эту тему съезжать. Что вам нужно сделать еще? Можно человек сейчас переживает достаточно серьезную такую проблему, серьезное такое переживание, когда он чувствует, что вот уже, в принципе, скоро выйдет, да, скоро перестанет быть неслободным. Но при этом он еще, он еще не свободен. И вот это вот его, конечно, очень тяготит. И вам нужно активно разговаривать с ним на ту тему, что будет, когда он выйдет. То есть, постоянно напоминать ему о том, как будет здорово, когда он выйдет, как будет прекрасно, как у вас будет все хорошо и так далее. Чтобы у него не было, по сути, дела, возможностей, а главное, чтобы не было у него провокаций, то есть, чего-то провоцирующего на то, чтобы думать или опасаться того факта, что когда он выйдет, что-то будет плохо. И это, к сожалению, как бы ложится на ваши плечи. Конечно, если вы этого делать не хотите, вас никто заставить не может. То есть, ни я, ни кто-либо другой, если вы не хотите чего-то, то делать этого, безусловно, не нужно. Но тогда вам необходимо выбрать позицию, выбрать линию своего поведения. То есть, либо вы его игнорируете полностью, например, и вообще никак не отвечаете на то, что он, например, вступает с вами в ссору, допустим. Либо вы, собственно говоря, ведете себя как-то иначе. Тут уже вам нужно выбрать то, что вы сами для себя хотели бы. То есть, что вам лучше, что вам удобнее, что вам легче будет пережить, легче будет использовать, делать для себя комфорт. Вот, пожалуй, так можно ответить на ваш вопрос. И я думаю, что не стоит забывать вам о том, что вы все-таки пока находитесь в неравных положениях, в неравных позициях, и относитесь к мужчине немножечко через призму этого, то есть того, что ему сейчас тяжело. Я понимаю, что вы скажете, что и мне тоже тяжело, но я почему-то не скрываюсь. Вам тяжело только из-за того, что вы, например, переживаете разлуку. А мужчина переживать может по нескольким сразу направлениям, и это направление может быть, во-первых, то, что он не свободен, то, что это само по себе помещение в места лечения свободы, это унижение для человека. Он может переживать и по поводу того, например, что ошибся и что сделал что-то плохое, то есть я имею в виду совершил ошибку, когда поступил так, за что позже его привлекли к ответственности и, соответственно, поместили в места лишения свободы. То есть у человека может быть отношение к этому еще не обназначено, понимаете? Все это, конечно, осложняет. Осложняет ему жизнь, осложняет его восприятие, и вам желательно бы это учитывать, ну, хотя бы, хотя бы для себя, хотя бы для того, чтобы не воспринимать мужчину как равного. На данный момент он вам не равен, на данный момент он в более худшем положении находится, чем вы. И поэтому ссориться с ним, как будто вы находитесь, или находитесь в абсолютно нормальной и обыденной жизненной ситуации, ну, не стоит. Ладно же здесь проявить терпение, проявить понимание, проявить выдержку, если угодно. И если человек вас любит, если человек вам заражит, например, то он обязательно оценит то, что вы для него сделали, он обязательно будет вам благодарен и вернет вам все это в сторисы, а то и даже больше. На этом, я думаю, мы не закончим, потому что, в принципе, по сути вашего вопроса я все сказал. Кроме того, вам бы желательно очень уточнить, что делать, чтобы что. То есть, чего вы хотите сами, в чем заключается ваш вопрос. Если отвечать прямо на него, то это достаточно просто. Не вступать в шоры, игнорировать темы, которые являются с высокой долей вероятностью провокации к конфликтам, и, собственно, вести себя спокойно, выдержанно и терпеливо. Вот это тоже вам нужно делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайте в субтитры. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok